Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отвергает мех и кожу Предупреждает, что носит мужские рубашки и плед вместо пальто Помогает приютам для животных Раз в неделю устраивает творческие свидания Выйдет замуж за того, кто поддержит ее в борьбе с мясоедством Каролина не потерпит жестокости, необразованности и отсутствия вкуса Никогда не будет встречаться с балагуром и душой компании Ей нужен мужчина-загадка, который будет с юмором относиться к ее мелким шалостям Очень много у меня вопросов к вам, но я не могу обойти Василису Поэтому первый вопрос к тебе Но все правда, что сказано в ролике Вы такая суровая идеалистка Вообще, как всякие представители земной стихии Вытелец, а еще и луна в козероге Козерог Отлично, очень хороший знак Ну, потому что я козерог Считаете достойным только то, что серьезно, постоянно, стабильно Ну и нацелено на поддержание вообще какой-то всеобщей стабильности Мужское начало уважаете, что в женщинах сейчас редко встречается Но при этом мужчину чувствуете как бы инструментом реализации своей воли То есть я женщина-закон В принципе, не то чтобы что хочу, то и врачу Но я разрабатываю некую стратегию, план жизни А он должен ее реализовывать по мере сил Ну, в общем, очень многие пары живут так и существуют прекрасно В вас одна отличительная черта, которая, мне кажется, чудесная вообще для брака Вы от многого готовы отказаться для того, чтобы выжить Вы правда на многое готовы, ну, для счастья семьи, например Для счастья мужчины в каком-то определенном понимании Это правда редко встречается, поэтому замечательно Думаю, что мужчины найдутся А мне показалось, что все принципы, которые себе напридумывала Каролина Это и есть истина И все, что считает Каролина правильным А все, что не совпадает с ее мнением и ее точкой зрения, все неправильно Вот я бы по поводу хорошего... Вот видите, как друзья кивают И по поводу хорошего вкуса Это все понятие, знаете... Относительное Относительное, да Вот, поэтому будет о чем поговорить Ну, пока к Розе Ну, что могу сказать? Прямо пришла к нам дюймовочка из сказки Каролина у нас, ну, почти, можно сказать, была сиротой Более того, убежала от жениха, как дюймовочка от крота Ну, наверное, осталось только эльфа найти, по большому счету Для женихов, могу сказать, очень выгодная жена Носить шубы норковые не будет, и мозг вам выносить по этому поводу тоже не будет Достаточно будет поводов, по которым она вынесет мозг, поэтому лучше выносила шубы Да, правда, крайности, согласно Ларис, будут Если бегает в одеяле по всему городу, может и голая пробежаться в защиту, я не знаю, там, прав сурков на Дальнем Востоке Ну, зададим, зададим вопросы Ну, вот такая невеста у нас сегодня Каролина, вы не едите мясо и не носите меха от бедности? Или в какое-то время что-то вас к этому подтолкнуло? Я вам хотела сначала сказать о том, что я пришла к вам еще и вас поприветствовать Хотела вам подарить маленький подарочек, можно сначала? Я вижу уже, да, я думала, вдруг женихам Я не забыла Только если можно, мне вот эти розовые жухлые цветы, это мой любимый Отлично Хорошо, что хотя бы по поводу меня нет ни у кого разногласий Да, да Вот такая милая девушка, да, Лидия, подарочки? Так приятно Я остановилась на вопросе вашего вегетарианства От бедности или по убеждениям? Абсолютно случайно на первом курсе познакомилась с девочкой Я всегда обожала животных Ну, как-то при этом спокойно ела мясо, носила меха, мне не волновало ничего Жалко было животных, и все, проходило мимо И как-то вот мы с ней долго ехали где-то там с института И стали общаться по этому поводу Просто вот 40 минут провели в разговоре, я пришла домой и сказала, все, больше мяса не ем Бобы каждый день Ужас Бобы, фасоль, горошек Бобы каждый день Ужас А вот эта история с парнем, которого любили Да Да потом разлюбили Да Нашла у него котлетки Да, так получилось, что... Варвара, подлая ты самка Помните, да? Да Сибор Дугова, ты уходишь от меня Он, видать, стоял несчастной ночью на котлетку с холодильничкой И дрожала у него одна из ножиц И вы застукали Гадина Вместо того, чтобы промолчать и сказать Ой, прости, я попить И ничего не вижу Стала пилить его Нет, так нельзя, так нельзя Надо же быть честными в отношениях, абсолютно Так, потому что он мне очень хотел нравиться И подумал, что этим сможет заслужить И заслужил Я бы не сказала Что бросил есть мясо, в вашу честь Не поверила, изначально И стала следить Не то, чтобы следить Тут все видно, я живу вместе с ним На вопрос, откуда котлет, он сказал, мама принесла Да, именно так Ой, нет, чтобы его обнять, по головке погладить Мужика-то Стала говорить А почему маме не сказал, что мы не едим мясо, да? Да, да, да Ой, иду А вот это о чем говорит Какая злюка, смотри Взяла парня из-за котлеток, а, и вынесла мост Мамочка, господи, может, из собственного мяса сделала котлетки сынке Принесла к ведьмаке Каролине Чтобы сыночка там не высох у нее на какой-то капусте котлетки И ведь не при вас, заметьте, он стал их есть Да Не при вас, а ночью, чтобы не оскорблять ваше чилиство Да, да, это хорошо Без котлет за ночь через неделю А я буду в нем колбасу ночью есть Ничего, будь ходить Колбаса тоже мясо У мужчины есть своя территория, он имеет право на свою собственную жизнь Так как вы имеете право на свою собственную жизнь, что вам есть, что не есть И как вам разрисовывать свое тело, да? Я теперь это понимаю Поэтому он может быть вегетарианцем и быть при этом Гитлером, который не ел мясо Да А он может быть мясоедом и будет прекрасным человеком каких миллионов Правда? Да, да, теперь знаю Что? Будем рассматривать, нет? Будем, конечно, это уже такая молодость Ну-ка, Каролиночка, покажите-ка нам спину вашу Ох, это моя красота Покажите нам спину А вы сейчас будете ее критиковать, да? Ну, а как вы думали-то? Вот глянь Это же агрессивный знак, дракон Как ей хватило такой хрупкой девушки, смелости на то, чтобы сделать такую огромную татуировку Красота требует жертв, Миша Я бы мычала Это хорошо, девчонка молодая, а ты, тетя Роза Конечно Что у тебя на плече? А я не при... Да, у меня на плече этот, эм, скорпион Да, очень по-женски Да, нет, чтобы зайку какого-нибудь, да А я-то не прикидываю И, собственно говоря, я как раз и говорю А она тянет ручки, сложи А что она должна теперь? Усю-мусю Ничего такого не делает она Потому что у нее спина была волосатая или в прыщах Вот одно спасение на всю спину сделать татуировку, правда, Жаня? Ну, ладно Я объясню, да Это было очень важно для меня Я всю жизнь добиваюсь сама, абсолютно никто мне не помогает И я чуть-чуть посмотрела, очень любила японскую культуру И посмотрела вот это, все, что означает японские татуировки, да, якутцы и так далее Именно вот этот зеленый дракон у меня еще не доделан Именно он означает силу, власть, денежки А это вот те бандюки там в Японии, якутзы их там называются? Я чуть-чуть от них знаю Ну-ка, это, конечно, бандюки Ну, а что плохого? Ну, крайне что, не буду скрывать от вас Конечно, добрую половину мужскую вы, конечно, в мужьях сегодня даже не мечтаете увидеть Потому что у нас побывали переличные женихи, которые говорили, чтобы ничего не было на теле моей любимой Никакой черточки татуировано А у вас и ручки, как будто вы по малолетку-то отпахала Да, это маленькая шутка Еще вот здесь вот нужно на косточке обязательно Это все имеет значение Карту, да, да, черви или валет Я видела, что четыре штучки должно быть Это по-разному А большое количество молодых людей будут восхищаться, и им это будет казаться мило Ну, видишь, дело в том, что вот то самое количество мужчин, которым нравится все это Каролине под ее требования не подходит Поэтому давайте разбираться Второй вопрос Вы детдомовская девочка в семинах Я росла в детском доме своей бабушки То есть моя бабушка, она директор детского дома И я росла вместе, то есть наравне с этими ребятами А родители ваши родные? Да, у меня есть мама Мама одинокая Она от папы ушла, когда мне было три месяца У нас очень хороший такой обеспеченный папа Но он просто выдался прямо вот именно В мужья пошел к моей маме Мама не очень хотела выходить А с вашей мамой они сейчас общаются? Они общаются до сих пор Вот он, наши родственники в Риге Я из Риги Да Вот, они видели его на улице А почему тогда так получилось? Ну, какой бы детский дом? А если бы бабушка была директором тюрьмы, допустим? Это же не значило бы, чтобы вы воспитывались с молодых ногтей в тюрьме, правда? Я не скажу, что это было плохое Поэтому мне не совсем понятно Как при живой маме и папе Вы в детском доме вдруг Моя мама там работала Моя бабушка, она директор этого детского дома Я просто вместе с этими ребятами росла И я очень люблю Но имели право на свою комнату, свою детскую в квартире Конечно, все было в порядке Знаешь, что она росла со своими близкими? Да, да, да Большинство времени проводила в детском доме Каролиночка, про папу выяснили, про маму выяснили По поводу женихов вы не будете их больше прессовать? Не буду Абсолютно пересмотрела все свои позиции Выросла, слава богу Читала с хороших книжек Вот, видишь Главное, чтобы умрала Татушки не перейдут теперь на лицо у вас Не запятнанное пока Не напишите на веках Они устали Нет? Глазоньки Было бы неплохо Ну, хорошо Вот, кстати, Каролинушка тут не раз уже проговаривала Что вы такая самостоятельная, сами все зарабатываете и так далее А когда еще до жениха? Та жених-то обеспеченный-то у нас был Да А мы как зарабатывали-то? Я первая работа, я у Строзки, его папе с секретарем Как раз вот они мне помогли Да, спасибо им большое Хорошо зарабатывала Ну, сколько там секретарь-то получает? Полтора тысячи долларов Секретарь-референт Полторы тысячи долларов? Да, клянусь Да вы что А, ну это ж у папы, понятно Там даже никто не знал, когда я уходила, даже никто не знал, что даже когда я уходила Какая разница, чем девушка зарабатывает, если это честный труд, если это ее работа? Да Каролиночка, а вас в вашем молодом человеке, помимо того, что он ночью поедал котлеты, еще раздражала его пассивность, да? Он был сыном обеспеченных родителей, ему позволить себе не работать В то время, как вы днем учились, вечером работали, а мама его, ему старалась сыночки любимым подсунуть Конечно, ну это же мама А вы с ней такие вот педагогические там беседы проводили Да, проводили Зачем вы ему даете деньги? А мама не разница? Сказала, слышь, ты ему кто? Ну я уже была кем-то, мы почти пять лет были вместе, уже нужно было как-то определять мальчишку Слушалась, да, вас? Все равно денежки ему давала Не слушалась, плохо, да Вот и с ней лучше это, отдаться Ну а вам-то какая разница была, ну и давала мама деньги Нельзя так, мужчина должен быть мужчиной, вот я же ценю мужские качества, правда, а здесь этого не чувствовалось Конечно, я тоже согласен с этим Мужчина должен быть мужчиной Ну вот вы родите своего сыночка и воспитываете его мужчиной А он уже взрослый, вот он такой Там мама, которая должна возглавляться, Лариса Ну взяла бы его и выгнала А жизнь-то на кей территории? На его Правильно, выгнала она его Работает у папы, можно сказать, папа зарплату платит ей Живет на территории сыночки, да еще и воспитывает к тому же Нет, он не поэтому, потом он стал приударять за каролинами подружками Они дотели мясо и не нудили Конечно, она же все время в учебе, да в учебе Он же даже не видел ее ни разу Нет, на самом деле у нас с ним были очень хорошие отношения И все вот это вот с подружками и так дальше все Разлад пошел уже, на самом деле я была инициатором разрыва, да Мальчишка хороший, очень хороший, ничего против него не имею Знаешь, говорит, мальчишка не мужчина, а мальчишка Очень много мне дал, очень много меня научил Изначально это меня к нему и потянуло Но вот когда не видишь движения, то есть я уже перескочила Мне казалось, что изначально он был даже выше меня Мне нужно было до него расти Конечно, для вас принципиально, чтобы молодой человек был вегетарианцем Обязательно потому, что иначе вас это будет разъедать Как бы вы сейчас умом нам здесь не рассказывали, что нет-нет, вы теперь поумнели и так далее Поэтому я вам сегодня желаю встретить мужчину, с которым у вас будет максимально много точек соприкосновения Максимально Начинный я, скромный и вегетарианец, так что я... Девочки, Василиса, Роза Лариса говорит, берите вегетарианца И, собственно говоря, ходить хоть в одеяле, хоть голое, это же ваше личное дело Пледи она ходит, и плед красивый Так что сегодня я посмотрю, кого вам лучше порекомендовать Либо голь перекатную, либо парня богатого Вот мне кажется, что в вас изначально живет программа, которая вас подталкивает к тому, чтобы от чего-то отказываться, чем-то жертв Дело не только в мясе, а в чем-то еще Если вы готовы от чего-то отступиться или отказаться, вовсе не значит, что партнер это должен делать И не будьте слишком упрямы Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи И, возможно, одна из них изменит ее судьбу Не пропустите В эфире давай поженимся У нас в студии Каролина Идите знакомьтесь с первым женихом Привет, меня зовут Егор Я постараюсь сегодня сделать все, чтобы подарить тебе хорошее настроение А, возможно, и на всю жизнь Спасибо О, какая прелесть Здравствуйте, спасибо Спасибо Все для вас Спасибо большое Я сегодня просто вся в белых цветах Все, короче, мне можно не выходить С кем вы? С моими друзьями Верными, надежными спутниками С Татьяной и Сьюрием Давайте на вас посмотрим Егор, 29 лет Владелец креативного агентства Работает диджием Предупреждает, что не потерпит частых гостей и беспорядка в доме Мечтает купить дом в Болгарии или Черногории Женит с на той, кто по характеру будет похож на его маму У возлюбленной Егора была аллергия на многие продукты и приправы Быстро устал от пресных блюд и ушел Надеется, что Каролина вкусно готовит Ну что скажешь после таких букетов, Василиса? Очень интересный формат гороскопа У вас все планеты, все десять собраны в очень узком его секторе Это называется связка на языке астрологов Обозначает то, что вы человек потрясающе сконцентрированный на только некоторых сторонах своей жизни Я думаю, что это работа Работа и самореализация Что там Василиса говорит? Зажиточный пришел, глянь, как уважил нас цветами дорогие цветочки Но, дорогая моя невестушка, чтобы выйти замуж за такого купца Надо маме понравиться, чего, собственно говоря, мы не умеем делать И кормить его надо хорошо, собственно говоря Потому что никто еще не отменял закон путь к сердцу мужчины лежит и через желудок Я мало ем Не, яичницу с утра можно, горошка сверху посыпать, лучок немножко, если там не саловаться Огуречиков порезать, и нормально все Ну вы так мамин сын У меня есть черты и от папы, и от мамы тоже Нет, тут у меня сын мой, а дочка папина Нет, скорее, наверное, я ближе к маме, наверное А что уж такого удивительного в ее характере? Наверное, сложно его будет описать Но это, наверное, характер того человека, с которым хочется прожить всю жизнь Это, в первую очередь, внимание, внимание к своим близким и забота о своей семье То есть семья стоит на первом месте, и все, что хотят, все, что... И вот поняла уже, и вот когда у вас случилась связь с бабушкой Вам был 21, а ей 31, да? Ну почему же бабушку зачем? Ну а кто она так на 10 лет? Мальчишку совратила Вы думали, что она автоматом будет такая же, как ваша маменька Внимательно будет вам все, там, шнурки наглаживать, да? Лариса, ну, естественно, каждый человек у нас в том возрасте, на котором он себя ощущает Моя девушка не ощущала себя на 31 Ну, и вы стали вместе с ней жить? Да А ей нужно было соответствовать молодому парню Поэтому она исключила соль, жиры, углеводы Пила водичку, ела бананы исключительно Говорила, что у меня аллергия на все остальное Егор, не пугайте, это просто Лариса вас так защищает На тот момент, когда мы с ней познакомились, все моменты, которые я видел в человеке И все, что нравилось, все, что было мне доступно на тот момент Правильно, были пуглости относительно плоскости Но, понимаете, всегда появляются некоторые бытовые моменты, когда два человека начинают жить вместе Правильно, конечно, Егор И разводят именно вот эти бытовые моменты Готовила она невкусно, ориентируясь на себя, на свое здоровье Готовка – это один из факторов, наверное Без приправ, ну, послушайте, это такую часть большую занимает в нашей жизни Но, с другой стороны, ведь досол, все эти острые приправы могут быть Или просто там ароматные приправы на столе Ну, в конце концов, я сам могу, конечно, приготовить себе А что вы любите есть? Скажу откровенно, я очень люблю мясо Я очень люблю рыбу Откажетесь? На какое-то время? Я боюсь делать какие-то выводы, но пока, наверное, не готов, честно Они подходят друг к другу Даже хотя бы то, что он любит мясо, она наоборот против того, чтобы люди ели мясо А как активна мама в вашей жизни? И вообще, насколько вы с ней плотно общаетесь ежедневно? Мы живем родители достаточно давно уже с родителями Сколько раз в день она вам звонит? Скорее, наверное, это моя вина Я звоню не часто, раз, наверное, в два-три дня Тогда нормально, я что, думал, в день три раза? Я очень хочу воспитывать детей так же, как меня воспитывали мои родители Они воспитывали меня в самостоятельности Они уже, наверное, с окончания школы дали полную свободу действий Выбора профессии, института, всего, чем я буду заниматься Личных отношений Никогда не советовали с кем дружить, с кем общаться То есть, если вы влюбитесь в Каролину, а маме активно Каролина не понравится Они ее примут, естественно, такой, как она и есть Вот давайте про ограничения поговорим Потому что, видите, как вышла история с парнем, поглощавшим котлетки Вот о чем принципиально важно договориться, чтобы потом не было недоразумений? Давайте постараемся Это обязательно нужно разговаривать Первое, наверное, ограничение, если это можно назвать ограничением Это диалог у двух людей, которые... То есть, проблема не замалчивать, а сразу... Да, если есть какой-то вопрос, его нужно обязательно высказать Да, это правильно Я никогда ничего не замалчиваю, я всегда все говорю прямо А все ли вопросы можно высказать и обсудить? Например, ваша любимая набрала вес серьезно И вы понимаете, что она выпадает из нравящегося вам образа Поговорить с ней смертельная обида Да, я невероятно обижусь Важна подача Поговорить можно по-разному К некоторым темам приходится заходить очень издалека Для того, чтобы дать человеку понять А по некоторым моментам лучше промолчать Да, по некоторым моментам лучше промолчать Потому что открытый диалог некоторые моменты убивает Обидчивая? Обидчивая, невероятно Плохо очень Борюсь с этим, тяжело Но ничего не могу подразумевать Вы критику в свой адрес не любите А вы способны критиковать? Я бы не сказала С опытом приходит осознание того, что нельзя это делать Особенно с мужчинами Нет, не надо Егор Да? Удивите нас сюрпризом АПЛОДИСМЕНТЫ Меня туда возьмите Я тоже там живу О, еее О, давай Макароны О, это отлично Наша тема Давай АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нельзя в нем вскрыться Зимних влюб И от разлук От горьких разлук Не кроме бед Не прощенный бед Есть мир и звезды И солнечный свет Есть дом родной И тепло огня И у меня Есть ты у меня Все, все Все, что в жизни есть у меня Все, все В чем радость каждого дня Все, что я зову своей судьбой Связано, связано только с тобой Связано, связано только с тобой Лишь с тобой, лишь с тобой Только с тобой Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Спасибо Проходите с Егором в свою комнату Какой молодец вообще Вам как понравилась Все это Вся эта история Очень на самом деле Позитивный молодой человек Но по моим субъективным ощущениям У них абсолютно разные темпераменты Это во-первых А во-вторых Каролина предпочитает молодых людей Которые играют на пластинках Которые Настоящий диджей Играет на пластинках Нет, там уже Никто на пластинках не играет Играет с компьютера Хороший Интеллигентный И это даже Я скажу Именно судя по его Даже друзьям По его другу И по подруге Да, они мне понравились То есть Какой у тебя друг Грубо говоря Как поговорка Боже, не воздите меня Каролина Не выдержит этой конкуренции С мамой Никогда Насчет мамы Я даже честно говорю Я не хочу сбегать вперед Но я думаю То, что не будет Тут пары, я вот так думаю Нет, Юра, на самом деле С ним согласен Как друзей вижу Как пары Наверное, скорее всего нет Каролина Это мое мнение Что вы увидели в нем? Сам очень хороший парень Мне очень понравилось Надо ему на пластиночке Переходите Реперторчик сменить Я бы ему помогла Я же не прилагаю ей Перейти со швейной машинки На вышивание крестиком Не знаю Роза, как тебе парень? Ну, я тут, конечно, Погоретилась По поводу дюймовочки У дюймовочки характер Был очень хороший И замуж-то она вышла За принца Именно потому, что Характер был хороший Ну, вам принца-то Не видать Не видать Каролина С таким Потом дюймовочка Своих кротов прошла А Каролина пока нет Будем учиться Мне понравился Егор Но у него совершенно Другая судьба У него все хорошо Дома, с мамой Да, это так Что вам мамы Покой не дают, а? Прекрасный человек Он занимается творчеством Он занимается тем, Что ему интересно Не будет он брать За вас ответственность Не будет он вам Смотреть в рот Поддакивать И говорить, что у вас Все прекрасно Потому что Его будут всегда окружать Девчонки Менее затейливые Более сговорчивые И не такие загруженные Как вы Разберитесь сначала С себе Вот, поэтому Не вижу пока вас В связке Первое, что вы сделаете И перекраситься в блондинку Он правда живет И интересуется только собой Нужна женщина Которая будет жить И интересоваться тоже только им Либо та женщина Которая В этом его идейном поле Возглавит И его поведет за собой Ту, которая будет устраивать все И отсутствие пластиночек И то, что он делает И ту, которая еще будет задавать В этом тон Давай поженимся И теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Не пропустите новое знакомство Через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в студии Каролина Идите знакомиться С вторым женатом Здравствуй Меня зовут Рушан Можно просто Руша Ты, я так понимаю В эфирианец Поэтому хочу тебе подарить Эти фрукты Потому что я тоже их очень люблю Спасибо Спасибо Проходите Вы тяжелые Как мило Да Молодец Мило Здравствуйте, Рушан С кем вы? Здравствуйте Эти мои подруги Амалия и Эля Очень приятно Роза, это из ваших Татарин? Да, Татарин я Ой, как тебе повезло Давайте посмотрим на экран АПЛОДИСМЕНТЫ Рушан 25 лет Менеджер по продажам Раньше играл в футбол Сейчас ходит на матчи Как болельщик Предупреждает, что никогда Не будет жить с родителями И не женится на религиозной фанатке Рушан влюбился в болельщицу Конкурирующего футбольного клуба Но не смог принять ее интересы В отношении семьи и детей Надеется, что Каролина Не спешит стать матерью Что скажешь? Нуждаются в женщине Которая будет не раздувать конфликты А способна стать таким миротворцем семейным Нужна очень спокойная и выдержанная женщина Рушан относится к удивительному числу мужчин К которым достаются по-настоящему хорошие жены В конце концов Почему бы вам не стать такой очаровательной, милой супругой? Ну, что ты скажешь плохого-то? Ну, а что? Меня смущает то, что Рушан вот болельщик, как говорится У меня вот ассоциация с этими болельщиками Либо с пивом лежит на диване Либо драйки устраивает на стадионе Вот это вот, тут надо вот разобраться Я бы с ума сошла с болельщиком в футбольном жить Да, квартира своя есть, но почему-то живет с родителями Тоже непонятно, что за самостоятельность такая Рушан, а вы в драке на стадионе с женщиной своей познакомились? Нет, это было по-другому Мы с ней познакомились через интернет, через футбольную среду Вот, и как бы завязалось такое общение на футбольную тему Вы ругались в интернете-то? Да, мы начали с ней ссоры Потому что она была в конкурирующей, да? Она болела за другую команду И как бы у нас первая переписка была такая А она так и на словцу, да? А потом вдруг у вас что-то разморило с ней встретиться Да, просто как бы, ну, как бы команда московские Люди мы московские Поэтому почему не увидеться и как пообщаться? На 10 лет она у вас была старше? Нет, не на 10 лет На 5 всего Ну и понеслось Встретились, да И как-то вот эта вся, не знаю, химия, наверное Как бывает тут настоящая химия И понеслось, и после этого у нас взгляды с ней сошлись И мы начали И она стала болеть за вашу, да? Нет, она не стала болеть за мой клуб Потому что каждый человек Но высказывание стало скромнее? Нет, не скромнее не стало Просто как бы, я, наверное, стал сдержаннее Потому что... Рушанчик, а потом она уже, живя с вами И влюбившись в вас, захотела ребеночка Или это вы сделали такой вывод, что она хочет семью и детей? Нет, это, скорее всего, я сделал вывод Потому что человек был старше меня А я был тогда еще вообще молодой То есть, как бы, соображал... И вам показалось, что она хочет всерьез с вами? Если он детей не хочет, это еще не значит, что он женится Ну, он еще не до конца, значит, к супружеской жизни готов Почему? А вам уже все это... Показалось, ну потому что... Может, просто надоело? Нет, не скажу, что надоело Просто... Надо смотреть дальше, вперед Вы тоже не живете-то в своей квартире-то, а? Мы сейчас ее сдаем Сдаем для того, чтобы... Получать деньги Да, получать деньги И, как бы, копить И чтобы будущее мое было, так сказать... Она что, копить-то? И на свадьбу, и на более большую квартиру И, так сказать, чтобы со своей девушкой Которая будет в будущем Чтобы сыграть, да, хорошую свадьбу А какую девушку хотели бы? Вот ту, которой готовы были бы сделать предложение? Во-первых, она, как я сказал, не очень религиозная Не то, что не религиозная Которая не такой фанатичной То есть, которая как-то постоянно... А важно ли, чтобы она была мусульманкой? И у вас религиозная семья, родители? Семья религиозная Спорить не буду Но чисто для меня Они особо играют роли То есть, как бы Приоритеты, конечно, Национальность своей Человек своей национальности Но родители за то, чтобы вы женились на татарке? Родители за, конечно Родители, конечно, у меня такого более старого взгляда То есть, они хотели бы, чтобы человек был из... А вот мы сейчас, кстати, проверим Да Рушан, вот родится сын Да Крестить будете или... Исамин Кушалар На самом деле, как бы, это, мне кажется, надо разобрать будет с женою Ну, я не хотел, чтобы крестить Нет, не хотел бы О, а вы у нас какой, Вера? Я христианка А крестить будете ребенка? Да У меня такое чувство, что вот Я реально мужик не нужен Да, такая какая-то вся самобытная Готовить умеете? Да, я на самом деле нормально готовлю Мясо когда-то готовила, но мне не очень приятно этим заниматься Вегетарианка А так готовлю нормально, абсолютно Каролиночка, а как вы к нашему такому... К нашей традиции? Мы же ведь и коровку, и бычка Да я могу и не Баранчик режем, как говорится Вы как? Слушай, ну как минимум свинину он уже не ест По-моему, уже чтение у нас У нас традиция А Каролина при чем здесь? Она что, должна быть... Она что, дочь мясника В третьем поколении или что? Нет, ну мало ли Вот на праздник привезет Рушанечка, Каролиночку А там будет барашка Резать, как говорится А там будет салатик Да, и сам это делать Как Каролиночка Вы к этому отнесете? Мы же нормально режем Мой мужчина, если он будет Этими руками убивать корову Будет убивать А не буду, я корову боюсь Такой жестокости не потерплю Это отвратительный ужас Молодец Очень важно, ребят Как раз на берегу договориться Потому что Это все разъезд в ваши отношения Так футбол как-то относится, а? Я отношусь к футболу с юмором С юмором, да? Я понял Попробуем, да? Давайте посмотрим на ваш сюрприз Да, конечно, давайте Пожалуйста Сейчас что-то связанное с футболом будет 100% Что, правда? Каролиночка Перед тем, как я открою приз И подарю себе его Я хочу тебе предложить Чтобы его не открывать Хочу предложить тебе Денежный приз Ну, сейчас посмотрю В размере Ну, вот с таких денег Настоящий, кстати Настоящий Ты возьмешь приз Деньги Я любительница Всяких сюрпризов Наверное, все-таки приз Да не обламывай ее Давай Ты что ж наш семейный хозяй Разбазариваешь, а? Да ладно, ничего страшного Ничего страшного Ради такой девушки Я готов еще предложить 500 тысяч рублей Якубовичи, что ли, подсиживаешь, а? Не знаю, что Рушанчик На наших глазах Это огурец Прелесть Можете мне его, да? Огурец Обамалась На самом деле Это была шутка Я дарю тебе телефон Я не прошу Какой еще телефон? Мое, мое, мое У вас деньги У меня телефон Я даю телефон Потому что я не прошу У девушек телефона А звоню им сам Тут сим-карты По которые я тебе буду звонить В любом случае Даже если ты меня не выберешь Спасибо Идем, идем, милая Идем Спасибо, подружки Забирайте Рушанчик И проходите в свою комнату Ну и что скажете про жениха? Я абсолютно уверена в том, что Он абсолютно не будет ценить во мне Какого-то творческого начала Я не говорю о том, что я Примадонна Которую надо говорить Ох, ах, а это необычно Но все-таки хотелось бы, чтобы он разделял это со мной И я вообще этого не вижу У меня хороший творческий начало Зря ты так думаешь А вы что, ребята, увидели? Как бы не дал бы он ей Не самореализоваться Как бы не задавил бы ее Я чувствую это тоже Потому что с виду парень действительно хороший Как бы Ну опять же говорю И друзья хорошие Все хорошо с виду С виду А что там внутри Это нужно еще копаться Разбираться Вот эти вот увлечения футболом Ничего не имеют общего С увлечениями Каролины Это могу сказать точно Ну хороший парень Хороший Парень, опять же говорю, хороший Ребят, в семье это на самом деле Или не так важно Вы пока даже не сечете Вы даже не упоминаете Даже близко не подходите Он учел ваше вегетарианство Пришел с правильным сюрпризом Сразу сказал, что от мяса не откажется Но убивать, чтобы ранить ваши чувства при вас Животных не будет Несмотря на традиции Это важно А то, что он творческий, нетворческий Чуть-чуть важно Роза Вот как татарская мама скажу Значит, а Не подходите, потому что Татуировка вон такая на спине Извините, вас показывать родственникам Это же себе дороже, как говорится Я оденусь Б Извините, ставить выбор между вами И родословной всей семьей Тоже Я бы не позволила бы, чтобы это стояло бы И Деньги разбазаривает Это никуда не годится Просто никуда не годится Нет, это вы не подходите Рушанчиком А не он вам Размолодец, она правильно говорит Вася Простоват он для вас, конечно Что ни говори И темперамент это не ваш И с точки зрения общения с мужчиной Вы ждете, наверное, совсем другого Очень простой до примитивности сюрприз Вот не любят они Смотрите его ролики Какая-то покупка Деньги какие-то, имитация Ну не знаю, может быть не сам придумывал Странно, сюрприз, на мой взгляд, доказал еще раз Ему нужно искать девушку себе другого Сословия интеллектуального Совсем скоро нашли еще одно знакомство Которое может изменить судьбу Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Каролине встретиться с третьим женихом Проходите Привет, Каролина Меня зовут Миша Ты очень интересная девушка Я хотел бы поближе с тобой познакомиться АПЛОДИСМЕНТЫ Ее друг его оценит Здравствуйте, Михаил Здравствуйте С кем вы? Это моя сестра Наталья И лучшая подруга Лидия Давайте на вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, что у Михаила Со звездами Может быть, ты подскажешь? Меня удивил ролик И меня удивили заявления ваши по поводу благотворительности Потому что гляжу в ваш гороскоп И понимаю, что никогда эта сфера не будет доминирующей в вашей жизни Вы точно непростодушны То есть не будет богатой, как Элтон Джон, нет? Нет? Нет, не будет богатой Если не будет, тогда ей нечем делиться Но, кстати, к слове и к известности стремитесь То есть хотелось бы, в общем, привлечь всеобщее внимание По-моему, это идеальная пара Не правда? Они вообще отличные Нет, Южа, подожди Роза, тебе как? Ой, Ларис, я не знаю Женик какой-то непонятный С одной стороны, вроде бы, он собачек любит Чего вы и хотели Или как говорит Да, он благотворительности вроде как Хотя денег нет пока Но благотворительность хочет заниматься Меня больше другой смущает Вот пойдет и решит с чем-то сравнить Да, да еще, ну, я имею в виду налево Да еще непонятно, с кем это делать будет Ой, не знаю, не знаю Разбираться тут надо Конечно, Миша, подкупает ваша искренность Но не боитесь, что вот заявление о том, что вам нравятся и мужчины, и женщины Вы можете потенциальных невест отпугнуть? Опачки! Опачки! Знаете, я как бы, ну, очень открытый человек Максимально стараюсь быть открытым для всех Вот И мое заявление о том, что мне нравятся и женщины, и мужчины Не говорит о том, что у меня неопределенность сексуальной ориентации Да, у меня вообще нет сексуальной ориентации Почему? Ну, потому что... У вас ориентация с север Наверное, да Я хочу, чтобы ты верил Да, 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 вальдик и жонт Да, 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 да Он открытый для всех, понимаешь? Жура Вот, на самом деле, со временем, ну, я планирую семью Вот, у меня обязательно будет жена Обязательно будут дети Просто пока что... А тогда с какого вам Бог-то вдруг? Вот вы однажды проснулись и думаете, да? Вот хорошо бы еще, чтобы мне еще и вот нравится Мне как-то Петька из второго подъезда, да? Или что? Ну, объясните мне природу Ну, вот объясните мне, вот как... И вы, что-то сестрица, сидите, улыбаетесь Смотрите, а то замуж выйдет, он у вас так будет Не, у меня все будет хорошо Нет, вы знаете, я как художник рассматриваю, ну, пол, да, как красоту Да, то есть, как бы, для меня не важно, что вы там, вот эта вот девушка, это парень, да, как бы... Он художник, работает в строительном магазине Кассирович Что-то я вообще спутаться начинаю Он говорит про эстетические предпочтения, что вы ярлыки вешаете сразу Ни в чему, зря, никто не вешает А вы сказали, что у вас еще не было опыта ни с мужчиной, ни с женщиной Нет, 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 ну, нет такого прям вот влечения То есть, ну, целовался? Да, целоваться с девушками, как бы, это вполне интересно А с пацанами? Нет, нет Откуда тогда, знаете, а вдруг понравится, говорят, за уши не оттащишься Нет, я не стремлюсь к тому, чтобы попробовать, да, как бы, в любую сторону, да, как бы, все в жизни происходит по воле случая, да? Я же говорю ненадежно, представляешь, так замуж выйдешь за него, и потом у него более случая Нет никакого более случая, Михаил, запомните Неразборчивость, когда не знаю, кто нравится мужчине и женщине, это душевная неразвитость или развращенность, другого не бывает Ну, вы понимаете, что сами рассуждения, это уже относится к разряду аномальных, так сказать Ну, не буду с вами спорить, но, как бы, такой вот есть Послушайте, кто у вас родители, Наташа? Мама нету, папа нету А где они? Умерли Давно? Да А кто вас воспитывал? Сами Я в детском доме, сестра под опекой была у замечательной женщины Ну, 15 лет до 18 Странно, в детдоме и такие взгляды Сегодня же все-таки 2012 год Когда родители видят, что с ребенком происходит на гормональном уровне какие-то странности, они ведут его к эндокринологу И что, что у вас женские преобладают, это очевидно То есть вы с подружками, с девчонками, скорее, да? Я всю жизнь в кругу девчонок, да, как бы Конечно, вы никогда не женитесь на женщины и детей рожать не будем Давайте обманывать, не будем даже себя обманывать, хорошо? Хорошо, посмотрите на нее, она нервно улыбается Мало того, что я сейчас внимания не уделяю Вы закончили ПТУ Да Вот почему вы не мечтаете о высшем образовании, о какой-то хорошей профессии? А что, стилист, визажист, это предел ваших мечтаний? Не все розы могут получить образование, не у всех есть возможность Дело не в деньгах, да, а дело во мне, в моем желании, даже в нежелании учиться, да, на сегодняшний день Я проходил два, значит, колледжа, один был медицинский, я отучился там месяца три, ушел по собственному желанию И как бы учился на финансиста также, да, тоже опять же, там я полгода отучился И опять ушел от того, что мне не понравилось, как ведется преподавание, да, в самом колледже Преподают, потому что там в основном женщины И как только я пойму, что я, ну, готов воспринимать А вы любите красить, что ли, да, вот там, женщин там Ну, мне это интересно А себя красили? Себя в детстве, да, сейчас я как-то, ну, пробовал, может быть, не знаю, года два назад Уже нет этого Ну, смотрите, вы тоже, вы хотите в индустрию моды? Не хотите А вы этим занимаетесь? Ну, и почему у нас есть уже такие случаи? Вы будете одевать невесту, а он будет их визажировать? Да, визажировать И стилировать Почему нет? Михаил, а кем вы себя видите вот лет через десять? В профессиональном плане? Через десять лет? Хотел бы видеть себя, не знаю, артистом Чего? Сцены Вообще Как Сережа Зверев, он как раз на покой пойдет после Через десять лет? А я его заменил А вы, конечно Берите выше тогда уже, Шура, там, я не знаю, более-менее Ой, да-да-да, Шура не выше, Сережа выше Есть кого заменить Пока не верю Миш, я вам только не желаю нарваться на каких-то подонков, но уродов, чтобы вы все-таки все сохранили себя Это опасный, опасный, опасный мир Вот, и шоу-бизнес, и все остальное, вы понимаете, что я имею в виду Будьте осторожны, хорошо? Спасибо вам большое Да Покажите сюрприз, который вы приготовили Отец, в чем ты все пиздил, даже интересно Это позитивная песня, я хотел бы исполнить специально для тебя Спасибо Редность закрыла меня, как снежная ламбина Лица вчерашнего дня, меня лишь половина В тень ухожу за тобой, не понимаю, где я Только за мной, за руман, болит еще сильнее И если нарезная направляю мне ваш самолет Ничего не бойся Спасибо большое, проходите в свою комнату Ну что здесь сказать, Яна и Дмитрий есть Мне Михаил показался очень трогательным, наивным человеком И на самом деле они во многом схожи с Каролиной Стремлением к эпатажу, как некой защите от внешнего мира Поэтому Мне кажется, это или есть, или не или нет Нет, послушайте, все сегодня считают, что таким образом они от мира защищаются А так и есть Во-первых, никто не нападает Нет, это просто называется все на продажу Любым путем прославиться Я не понимаю, что значит на продажу все 2012 год Сцена хочет уже, страна хочет талантливых видеть И уже вопрос пола не будет здесь стоять так остро Понимаете? Ну не про что, ребят, ну не про что Механистка старея, но ему хочется И что теперь хочется? Мне хочется оперировать Ничего, правда, что образования медицинского нет А хочется Ну дайте хотя бы аппендицит кому-нибудь вырезать Вы ж меня любите Что вы скажете? Очень тяжелый мальчик Причем, наверное, я чуть-чуть разбираюсь в людях Я прям все почувствовала сразу Уже почувствовала руку мне пожал Я уже подумала, что здесь не так Как же плохо разбирается люди в людях Мне кажется, Михаил очень похож на вас, Каролина И судьба у вас похожа Чтобы я не стала своих-то так отталкивать-то Я с собой соглашусь абсолютно Здесь нет ни тени, ни простодушия, ни наивности То, о чем я говорила Действительно желание прилечь к себе внимание И он все про себя прекрасно понимает И понимает, с какой целью он пришел сюда делать Это такое программное для него заявление Что, в общем, не делает ему чести в моих глазах Но и вы уж чем не отличаетесь Так это толерантностью Если у вас есть какие-то воззрения Вы за них готовы будете Собеседнику в горло вцепиться просто Ну и так вы от него отстранились И уж понятно, что у вас так... Я обновляю, правда, Соли Денег положить в Мишку Будет выглядеть очень даже сильно А зачем? А чем же она так уж должна была... Ой, что это Каролина-то шаракается от Михаила А чем же Каролиночка так тебе не угодил Что она должна в объятии прямо пасть в Мишку? А чем Мишка-то нам не угодил? Подождем, мы в Мишку Да всем бездарно показал сюрприз Который ужасающий просто Абсолютно был невнятный сидел А, я еще и невнятный, оказывается Ну ладно Яна и Дмитрий Ну вот, познакомились с тремя женихами Есть хотя бы один достойный, ваши подруги? Вот, я все-таки остановлюсь на первом женихе на Егоре А если она придет, ты выйдешь? Я, наверное, не буду ее внадеживать Не выйдешь? То есть ты не откажешься? Да Но, чтобы он был не в качестве жениха, Каролине Все-таки я в качестве друга Что-то общее есть То есть жениха вы сегодня не увидели, да? Жениха я сегодня вообще не увидел В принципе, я его не хотел здесь, его и видеть Вообще, я не хочу видеть А зачем пришел тогда? Поддерживать Каролину Ага А, то есть, может быть, вы тайно влюблены в Каролину? Да, 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 видимо, видимо Ты смотри-ка Как у вас у Татар сложно устроено все Хорошо, Яночка, а вы кого? Каролина, а я тебе хочу пожелать, посоветовать Михаила Мне кажется, что у вас в твоем слушается неплохо Хорошая подружка Ну, девушка, в принципе, интересная, но это не мое Даже если она сюда зайдет, то я с ней не выйду Не скрою, Каролина, вам будет трудно найти партнера Трудно И у вас много претензий к миру, к жизни и к мужчинам в частности По большому счету, вам нужен парень простой, сильный, работящий и обычный Потому что вы тоже девушка обычная Ну, шьете вы плачки красивые, ну, сделали себе наколку, все Но вы до таких простых мужчин пока не созрели Вы не можете сегодня оценить прелесть, что рядом с вами просто обычный мужчина Порядочный и работящий Поэтому я сегодня тоже ни за кого Ни за кого И не потому, что женихи плохие Потому что вы не готовы к серьезным отношениям Роза Ну, Каролин, я просто хочу напомнить, а мы сегодня об этом много говорили Любовь это все-таки ежедневное насилие над своими никчемными хачулками Вот хочу, 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 хочу Прямо насилие Мир просто с ума сходит, да, вот с формулировкой Что такое любовь Что такое любовь И Роза вот так вот играючи вдруг Раз и выдала А как вы думали-то? Да могу Молодец, могу Поэтому, а почему бы не, девчонки, а почему бы не Егор? У вас будет хорошая возможность, во-первых, взрослый парень Тем более душевный, может быть, и поможет А может и сладится, если переломаете Я, ну, себя я имею в виду и характер свой А звезды советуют А звезды говорят, что вам подошел бы мужчина интеллектуальный, тонкий, художественная натура В вашем случае Служным художником, алкоголиком Не обязательно алкоголик Вам нужно выбирать, конечно, Егора Потому что сегодня среди всех трех женихов Он произвел впечатление хотя бы как-то думающего Очень сложно устроенного человека Душевная организация буквально звенел, как стрела Прямо как струна натянутая По крайней мере, он внешне тонкий и не простоват Поэтому я считаю, что Егор Тогда уж Михаил уж на столько не простой Да ладно Я думала, что Михаил Хорошо Каролина, я думаю, что вы сделали свой выбор В любом случае мы вас поддерживаем Проходите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки Денис, 26 лет, номер 1901 Модель, шоумен, актер Ищет женщину, которую обещает удивлять всю их совместную жизнь Юрий, 40 лет, номер 1902 Инженер Ищет стройную блондинку с длинными пальцами Которая обещает подарить красивых детей Мы не знаем, выйдет Каролина одна Или с новым избранником Я приглашаю всех выходить И ее поддержать Я хотела сделать маленькое отступление от обычных норм Для того, как приходят и выбирают жениха Я хотела познакомиться поближе с тобой Потому что мне тоже понравилось Я ничего не поняла, боюсь Никто ничего не понял Здравствуйте, вы кто? Давайте рядом Здравствуйте, я Юрий, смотри, город То есть вот то, что мы здесь про душу Зайдем вопрос о прошлом, о настоящем Мечте о будущем Это не имеет никакого отношения Почему вдруг? Кэр Обратила внимание, понравилось Мне захотелось еще узнать человека У нас есть пара Каролина и Юрий Мы вас поздравляем И дарим великолепные слабости От конфетной фабрики Славянка Хорошие хозяйки выбирают Славянку Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкеты на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс именем героя На номер 4 четверки Я Лариса Бузеева желаю, чтобы ленинный человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся